Добрый вечер, в эфире Вести Карачева, Черкесия. Сегодня в селе Пристань Прикубанского района состоялось долгожданное событие. Открылась школа после капитального ремонта. Проведение работ стало возможным после видеообращения жителя к главе Карачева, Черкесии Рашиду Тимрезову во время ежегодной прямой линии. Тогда ей были даны все необходимые поручения. Альбина Ламкова продолжит. Школа маленькая, но уютная. После ее ремонта учителя и ученики, безусловно, рады вернуться в обновленные и улучшенные классы и кабинеты. Ах, какой сегодня день! С праздником всех нас! Мы благодарны вам за школу. Желаем счастья и добра. Пусть вам сопутствует удача. Сегодня, завтра и всегда. Изменения непременно окажут положительное влияние на учебную среду и создадут более комфортные условия для получения знаний. Было отмечено на торжестве. Благодаря инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и при поддержке Министерства просвещения, главы Карачаева Черкесской Республики, Рашида Борисбевича Тимрезова, правительства республики, сегодня строятся и капитально ремонтируются вот такие современные школы, в которые очень приятно прийти. Увидеть модернизированное современное оборудование, обновленные классы. Но хочется отметить, что в рамках капитального ремонта у нас также все учителя проходят повышение квалификации. Ремонт проведен грандиозный. Заменили систему отопления, кровлю, электропроводку, освещение, внутреннюю отделку помещения. Завезли новое оборудование, парты и мебель. Действительно, после капитального ремонта школа заметно преобразилась, сказал глава Прикубанского района Ахмат Семенов. Он вспомнил, и как все начиналось. Это позади. Теперь все получили замечательный подарок, о котором давно мечтали не только дети, но и жители села и района. У нас, родителей, радует то, что наши дети теперь будут учиться в красивых и светлых классах. Будут обеспечены безопасные и комфортные условия для получения знаний и их развития. Для гостей значимого события представили концертную программу. Дети вспомнили патриотические песни. Мы твоё будущее, Россия, просто нам нужно чуть-чуть подасти. Завершился праздник экскурсии по обновленным классам школы, во время которой можно было услышать и увидеть много восхищения и радости. Осмотрели кабинеты «Точка роста». Новые учебные материалы и технологии могут помочь учителям более эффективно донести информацию до учеников, вдохновив их на более активное участие в учебном процессе. А что особенно нравится? То, чего у вас раньше не было, что у вас появилось? Как говорите? Ну, рассказывайте. Микроскоп. Интересно с микроскопом работать? Ученики и педагоги с лёгкостью адаптируются к новым условиям – красивым, ярким кабинетам современной мебели и оборудованным по последнему слову технике пищеблоку. Больше всех повезло первоклассникам. Они начинают дорогу знаний в комфортной и уютной школе, соответствующая всем необходимым требованиям и стандартам. За годы обучения она станет для детей родным домом. В этом ребята уверены. Мы будем жить здесь очень дружно. И станет школа, дом родной. Здесь для учебы всё, что нужно. Спасибо всем за дом такой. Рахим, что ты уже знаешь? Я знаю алфавит. Писать, читать, переписывать. Альбина Ламкова, Алиб Бастанов. Вести Корчаево-Черкесия. Прикубанский район. А вот теперь мы... У ребят была потребность в приобретении квадроцикла вездехода. Также на постоянной основе компетентные органы республиканской столицы уделяют внимание и находятся в тесном контакте с семьями военнослужащих, отметил заместитель мэра Черкеска Зауртугов. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до минус 5, в горах 10 градусов мороза, днём плюс 9, плюс 14 и местами до плюс 7. В Черкесске без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 3, минус 5, а днём 10-12 градусов тепла. Следственным отделом по Малокрачевскому району возбуждено уголовное дело по факту гибели четверых членов семьи в результате отравления угарным газом. 27 февраля текущего года в домовладении, расположенном в селе Первомайское Малокрачевского района, обнаружены тела 47-летнего владельца дома троих детей 13, 9 и 7 лет и в бессознательном состоянии 34-летняя супруга погибшего. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. Следственными органами по Карачаево-Черкесской республике возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности гибель четырёх лиц. Следователями совместно с криминалистами следственного управления в настоящее время проведён осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и химические для вставления точной причины смерти. Допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, а также лиц, причастных к его совершению. В результате возгорания в пятиэтажном доме жертв и пострадавших нет. 50 жильцов, в том числе 15 детей, эвакуировали огнеборцы из горящего дома в селе Правокубанский. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня. Пожар на 40 квадратных метрах ликвидировали 17 специалистов. Работало 5 единиц техники МЧС России. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства и причины возгорания. 27 февраля 2024 года от диспетчера Центра обработки вызова 112 диспетчера пожарно-спасательной части города Карачаевска в 20 часов 32 минуты поступило сообщение о возгорании квартиры по адресу поселок Правокубанский, улица Восточная, дом 16. К месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства. По прибытию первых подразделений наблюдалось открытое горение квартиры на четвертом этаже. Всего от МЧС привлекалось 5 единиц техники, 17 человек. Пожар в кратчайшие сроки был локализован и ликвидирован. Ограничено его распространение на вышележащие этажи. В ходе тушения пожара эвакуировано 50 человек, из них 15 детей. Пострадавших нет. Также причины и условия возникновения пожара устанавливаются. Главное управление МЧС России по Карачаевске в Киевской республике напоминает, что основными причинами возникновения пожара в живом секторе являются неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация электрооборудования и электропроводки. Необходимо соблюдать элементарные требования пожарной безопасности, не оставлять без присмотра электронагревательные приборы, а также следить за состоянием электросетей в ваших помещениях. Дети России – посланники мира. В Донбай проходит фестиваль в знак поддержки и помощи детям войны из ДНР. Духовно-патриотическое мероприятие направлено на воспитание, уважение и сохранение традиционных семейных ценностей. Организаторы АНО, культурное просвещение и социальная помощь, вера, надежда, любовь и туристический комплекс «Старый Донбай». С открытия фестиваля Дарья Тендит. В этом году Донбайский фестиваль встретил более 40 ребят из городов Донецкой Народной Республики. Это воспитанники воскресных школ, дети, которые принимают активное участие в жизни храмов и сопровождающие. Впрочем, для школьников настоящее чудо – это горы, свежий воздух и зимние забавы, а также незабываемое путешествие. Многие из них уже не в первый раз приезжают в Донбай, но каждый раз открывают для себя что-то новое. Я первый раз приехал, мне очень нравятся горы, такая эстетика тут, ну очень все нравится, добрые люди тут, мне очень все нравится. Здесь все очень добрые, все открытые, все очень рады нас видеть, они прям вот как семья все нас принимают, как в родной дом. Поэтому мне очень сильно нравится здесь. Торжественное открытие состоялось в доброжелательной обстановке. Участникам фестиваля подготовили большую развлекательную программу. В течение 10 дней ребят ждут множество концертов, творческие встречи с известными музыкантами России, беседы со священником Петром Гриценко. На открытие фестиваля приехал известный музыкант Дмитрий Юрков, который часто выступает в зоне СВО, поддерживая бойцов. Он исполнил душевные военные песни. Идея организовывать такой отдых детям пришла случайно, но осталась доброй традицией. За пять лет фестиваль основательно вошел в жизнь Дамбая. Он дарит детям войны, веру в чудо, ощущение теплоты, любовь и гармонию. Погружает в дружественную атмосферу, а это самое главное. Организаторы фестиваля очень благодарны всем тем, кто помогает дарить детям праздник. Когда ты находишься под прессингом войны, где головенствует злоба и ненависть, и когда ты переходишь в лоно, где торжествует любовь, то есть все меняется. И вот программа фестиваля, она так выстраивается, чтобы дитё был, как сказать, окутан вот этим общением, любовью, общением, дружбой. Ну и естественно, все эти уже вспомогательные, развлекательные вещи. В завершении мероприятия детям подарили сувенирные подарки для творчества от организатора фестиваля. Дарья Тенди, Талиба, Станов, Вести Карачаева, Черкесия, Дамбай. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Анна Медиум». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Меня зовут Владислав Дованков. Я пришел в политику из обычной жизни, где люди хотят простых вещей, жить в достатке, быть счастливыми и уверенными в завтрашнем дне. Я иду на выборы президента, чтобы все мы жили достойно и свободно в современной и мирной стране, жили любовью и будущим, жили по-новому. Владислав Дованков. Кандидат в президенты России. Номер один в избирательном бюллетене. Время новых. Сегодня на лондонской бирже нефть подорожала на 3%. Когетирование инфляции как никогда помогает. Доллар, дару, 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 газ, нефть. Мы эту болтовню выключим навсегда. Рынок сам все отрегулирует. Поиграли в капитализм и хватит. За Николая Харитонова. За КПРФ. За социализм. Я уберу? Нет. Оставьте. Дело Жириновского живет. Слуцкий. Кандидат в президенты России. Россия. Двигает мир вперед. Мы изобретаем и развиваем. Строим и производим. Мы создаем такую страну, в которой хотим жить сами. Мы защищаем свою родину. Ярко встречаем гостей. И мы уверенно идем вперед. Наше будущее мы создаем вместе. В России трудно найти человека, которого не мечтал о справедливости и лучшей жизни. Немногие знают, что на наших народных предприятиях заработная плата более 100 тысяч рублей. Бесплатная медицина и образование, беспроцентные суды на жилье. А каждая вторая семья многодетная. И так будет везде. Мы играли в капитализм и хватит. За Николая Харитонова, за КПРФ, за социализм. Меня зовут Владислав Дованков. Я пришел в политику из обычной жизни, где люди хотят простых вещей. Жить в достатке, быть счастливыми и уверенными в завтрашнем дне. Я иду на выборы президента, чтобы все мы жили достойно и свободно. В современной и мирной стране. Жили любовью и будущим. Жили по-новому. Владислав Дованков. Кандидат в президенты России. Номер один в избирательном бюллетене. Время новых. Я уберу? Нет. Оставься. Дело Жириновского живет. Слуцкий. Кандидат в президенты России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова